Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю поговорить о работе регионального управления Следственного комитета. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Александр Николаевич Гуцко, заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области, полковник юстиции. Родился в 1976 году в деревне Козинки Мозырского района. Окончил Академию МВД Республики Беларусь и Академию управления при президенте Республики Беларусь. С 1998 года по 2008 год работал на различных следственных должностях в Советском РОВД города Гомеля. С 2008 года по 2011 год в УВД Гомельского облсполкома. С 2012 года проходит службу в Следственном комитете Республики Беларусь. С мая 2016 года работает в должности заместителя начальника ОСК по Гомельской области. Награжден медалями за безупречную службу третьей и второй степени. Вопрос Александру Гуцку можно задать прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомель 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Во-первых, хочу поздравить вас и весь коллектив следователей с долгожданным новосельем. Обустроились уже на новом месте? Спасибо за поздравление. Да, в прошлый четверг, 30 августа, состоялось торжественное открытие нашего здания. В открытии приняли участие председатель Следственного комитета Иван Данилович Носкевич, губернатор нашей области, мэр города, руководители правоохранительных ведомств. Были приглашены журналисты. В полуколлектив на сегодняшний день в полном составе работает в новом здании. Конечно, условия, те условия, в которых мы сейчас работаем, они принципиально отличаются от тех условий, в которых мы были до 30 августа. Довольны проведенным ремонтом? Абсолютно. Наверное, в районных отделах условия скромнее все-таки? Большинство следственных подразделений области на сегодняшний день дислоцируются в обособленных зданиях. Пока не решена эта проблема в Брагине, в Речице и в Жлобине. Практически решается вопрос на сегодняшний день в Житковическом руиске. Конечно, условия следователей достаточно неплохие. Мы пошли по пути, что в каждом здании нашего подразделения, в том числе, организуем отдельные кабинеты для допросов, чтобы следователь мог допрашивать подозреваемых, потерпевших, свидетелей в отсутствие иных граждан, даже в отсутствие своих коллег в тех случаях, когда следственная ситуация требует такой необходимости. Это действительно важно. Вообще, что нужно следователю современному для эффективной работы? На сегодняшний день наши следователи хорошо оснащены и компьютерной техникой, и копировальной техникой. Имеем доступ к различным базам данных, что позволяет нам достаточно успешно решать поставленные задачи, оперативно получать информацию. На месте не останавливаемся. Организуем и свои базы данных. В частности, учет. Есть такая база, куда помещается различного рода информация о предметах преступления, которые в автоматическом режиме осуществляется ее поиск. Также на стадии разработки находится единая автоматизированная информационная система следственного комитета, разработанная центральным аппаратом, которая позволит усовершенствовать работу исследователя, а также тех служб, которые обеспечивают работу следственных подразделений. Какая информация будет в ней находиться? Она состоит из нескольких блоков. Это блок кадровой работы, блоки организационных документов, которые поступают, а также блоки, касаемые непосредственно расследования уголовных дел, что позволит следователям пользоваться той информацией об тех уголовных делах, которые схожи с находящимся в производстве. И, соответственно, позволит руководителям в определенной мере отслеживать те процессы, которые происходят в подразделениях как районного, так и областного уровня. Александр Николаевич, а уголовные дела это по-прежнему? Такие десятки пухлых папочек в стопке? Это и сейчас так? Да. Конечно, документы все готовятся с использованием компьютера, за исключением тех документов, которые оформляются непосредственно за пределами подразделения. В основном это осмотр мест происшествия, проверки показаний на месте, когда они проводятся с выездом на место происшествия. Дело формируется на бумаге и, как вы сказали, подшивается в папку. Хотя, конечно, в перспективе есть идея организации электронного уголовного дела, но это процесс не так прост технически, поэтому эта тема также прорабатывается. Да, это будет уже совершенно новая веха в работе следователей. Мы, конечно, об этой работе судим в основном по фильмам, по сериалам. Правоохранители к этому с большим скепсисом, как правило, относятся. Есть такая картина, где, на ваш взгляд, все достаточно близко к тому, как это происходит в реальности? Вы знаете, я себя отношу к числу тех правоохранителей, которые считают, что очень много вымысла и в фильмах, и в сериалах о работе правоохранительных органов. Но, тем не менее, в отпуске с удовольствием пересмотрел первые серии сериала «Улицы разбитых фонарей». Но это скорее ностальгия по 90-м, когда мы учились в Академии МВД, и этот сериал только вышел на экраны. То есть у вас такое было наглядное пособие, да? Так себе представляли будущую работу? Ну, скажем так, мы смотрели, как это происходит в видении режиссера на экране. При этом на тот момент мы находились в стадии обучения. Поэтому, ну да, определенное представление было, но он поставлен, просто этот фильм, в таком формате, что его интересно смотреть именно в те времена, скажем так, это переходный период был, да, после Советского Союза, вот когда работа правоохранительных органов в новых условиях, она настраивалась, поэтому было, конечно, много перекосов. Сейчас тех фактов, которые приводились именно в этих первых сериях, они практически исключены, там, вопросы неслужебные, которые там иногда просматривались, или даже ради службы какие-то превышения. Вы со всем молодым следователем, выпускником в эти непростые годы приходите на работу, помните первое дело свое? Ну, я больше, больше мне вспоминается, даже не первое дело, оно было не такое значимое. Мой руководитель непосредственно на тот момент всем нам, молодым следователям, давали в производство уголовные дела, которые несложные. Ну, буквально через пару месяцев после того, как я стал исполнять обязанности следователя, мне в производство передали уголовное дело по факту хищения должностными лицами Гомельского радиозавода товароматериальных ценностей. Оно состояло из различных преступных эпизодов, с различными преступными схемами. Преступления совершались с использованием подставных фирм и похищалась практически различная продукция. В то время, в 90-е, очень популярны были так называемые бартерные сделки, когда обмен товарами происходил натуральными. И в качестве предметов хищения были и компьютеры, и даже свежемороженая рыба. Я получил огромный опыт расследования этих дел, и что в будущем определило и мою специализацию, и в дальнейшем руководство мне преимущественно поручало в производстве дела экономической и коррупционной направленности. Не жалели об этом никогда? Нет, конечно. Это очень интересно. Эти дела, они связаны с различными сферами деятельности, экономической и коррупционной. Это и торговля, и промышленность, и легкая промышленность. Но и риски другие. А никогда угрозы не поступали вам? Нет, угрозы мне никогда не было. И страхов, соответственно, связанных с этим. А какие дела относятся к особо важным? Ну, вы знаете, называть какую-то определенную категорию особо важной или сложной, это, наверное, не совсем верно, потому что каждая категория преступлений может быть очень сложной в процессе доказывания. Это все зависит от следственной ситуации, от имеющихся доказательств, от позиции обвиняемого, от тех доводов, которые он приводит в свою защиту, и многие-многие вопросы. Ну, наиболее объемные и по времени расследования, и по объему следственных действий, это дела экономической и коррупционной направленности. По какой причине? Зачастую они сразу не выявляются, эти преступления, то есть происходит достаточно длительный промежуток времени, и преступление совершается на протяжении нескольких лет. Поэтому расследователь дела приходится исследовать весь этот период, соответственно, большое количество свидетелей, большое количество различного рода действий, мероприятий. А срок следствия ограничен? Сколько можно заниматься определенным делом? Вообще общий срок не ограничен по законодательству, но есть общие подходы, есть требования Уголовно-процессуального кодекса, 190 статьи УПК не предусмотрены, два месяца. Но есть у нас и ускоренное производство, это тогда, когда преступление представляет сложности, лицо его совершившее дает признательные показания, преступление очевидно, поэтому они расследуются в ускоренном порядке, в пределах 10 суток, максимум 15. Также мы себе ставим задачу и расследование определенной категории дела и в месяц, в срок до одного месяца. На сегодняшний день от общего числа оконченных уголовных дел нашими подразделениями более 60% заканчиваем расследование в срок до одного месяца. Александр Николаевич, о работе гомельских следователей у нас подготовлен сюжет, давайте мы его вместе посмотрим, а после вернемся в эту студию и продолжим беседу. Начало съемок в Следственном комитете Светлогорского района неожиданно задерживается по уважительной причине. За сотрудником Роск приезжает оперативная бригада. Необходимо срочно выезжать на место преступления. Хотя, в общем-то, ничего необычного. Рабочий момент. Во всяком случае, на работе остальных следователей приезд оперативников никак не отражается. Вопреки созданному кинофильмами образу, значительную часть времени современный следователь проводит за компьютером. Умение метко стрелять и быть хорошо подготовленным физически важно, однако еще важнее способность анализировать ситуацию и делать правильные выводы. Это основная работа следователя, потому как для того, чтобы, скажем так, виновный понес заслуженное наказание, нам необходимо всю ту базу доказательную собрать, отражить ее в тех профессиональных документах, которые составляются, и предоставить прокурору, а потом суду. Скажем так, что в основном, основная работа следователя – это с людьми, но и, конечно, с составлением необходимых функциональных документов. Светлогорский районный отдел Следственного комитета – подразделение в некотором смысле необычное. Два года подряд в 2016 и 2017 оно признается лучшим в Гомельской области. Соответствовать всем критериям действительно непросто. При подведении итогов оценивается все – от своевременности направления дела в суд до возмещаемости ущерба. На счету следователя по особо важным делам Василия Марушенко несколько резонансных дел. От жесткого убийства местным жителям двух человек в новогоднюю ночь до раскрытия преступления почти 12-летней давности. В 2006 году в лесу под Светлогорском обнаружили труп предпринимателя. Через год на 18 лет осудили подозреваемого в этом преступлении. Еще через 10 лет оказалось. От ответственности тогда ушли еще трое преступников. Был проведен огромный объем работы, который в последующем позволил предъявить трем человекам обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Это уголовное дело расследовалось совместно со следственным управлением по Гомельской области. В настоящее время лица осуждены. Еще в середине прошлого десятилетия Светлогорск был одним из самых криминогенных городов Беларуси. Объяснение одно. Большое количество наркоманов, которым на очередную дозу постоянно нужны были деньги. Местные жители вспоминают, для того, чтобы снизить распространение среди наркоманов заболеваемости СПИДом, им вполне официально выдавали новые шприцы. Сейчас о наркомании в городе уже не вспоминают, хотя для того, чтобы справиться с проблемой, правоохранителям пришлось изрядно потрудиться. Хотя отдыхать следователям все равно не приходится. Впрочем, внимание они уделяют не только своей непосредственной работе. Сегодня сотрудники Светлогорского РОСК шествуют над одним из участников Великой Отечественной войны, проживающим в отдаленной от райцентра деревне. При этом неожиданно оказалось, что такая благотворительность положительно сказалась на семьях самих следователей. Когда мы едем помогать ей в хозяйстве, то мы в обязательном порядке берем с собой своих детей. В обязательном порядке, особенно старшего поколения. И в тот момент, когда мы ей помогаем, там, туда город капать или забор ремонтировать, что дети это делают тоже наши дети. И кроме этого она постоянно им рассказывает свой боевой путь. Я вам хочу сказать, что насколько за этот промежуток времени поменялся отношение наших детей к именно людям, к ветеранам Великой Отечественной войны, насколько стали они уважительнее к ним относиться, насколько с вниманием. Я думаю, что это мы делаем правильно. Средняя школа номер 6 города Светлогорска. В 2010-м здесь был создан первый в районе специальный класс для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сегодня в нем занимается пять учеников, которых в школе считают своей гордостью. Победители и призеры районных и областных предметных олимпиад, участники творческих конкурсов. Это действительно высокомотивированные и одаренные дети. Уже несколько лет над этим классом шефствует районный отдел Следственного комитета. Люди в синей форме в этом учебном заведении вообще уже давно не просто гости. Мы уже на протяжении всего учебного года заранее планируем нашу деятельность. Это и в профориентации со старшеклассниками, не только с детьми, над которыми они взяли, но и со всем ученическим, педагогическим коллективом. У нас проходит совместно шестой школьный день. Сотрудники Следственного комитета приходят на классные часы, на политинформацию. Также мы организовываем совместные осенние кроссы. У нас прекрасно есть спортзал сейчас, есть спортивная площадка, поэтому мы организуем спортивные мероприятия. И уже в этом учебном году мы запланировали совместные наши поездки. В год Малой Родины как можно больше посетить места нашей прекрасной Беларуси. Этот приезд следователей в подшипный класс обсуждением текущих дел тоже не ограничивается. Уже через несколько минут разговор об организации очередной экскурсии. Вместе с сотрудниками РОСК школьники уже побывали в музеях Минска и Гомеля, посетили знаменитый мемориал памяти детей жертв фашизма в Жлобинском районе. Теперь школьникам предложено выбрать новый маршрут. В конце концов реальная помощь людям – это не только борьба с преступностью. Нам сделали прекрасные подарки, когда приходили на Рождество, на Новый год. Например, телевизор наш, также принтер, который мы имеем в наличии. Для нас со Следственным комитетом самое важное – это общение. Они при своей такой трудной работе всегда находят время, чтобы прийти к нам в гости и не только поздравить с каким-нибудь праздником, но также приходят на наши классные часы и рассказывают о своей такой важной профессии как следователь. И нам с ними очень интересно, и мы благодарны им за это. Посмотрите диалог. У нас в гостях заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Александр Гуско. Александр Николаевич, мы видели работу одного из лучших отделов, наверное, в целом по стране. А как оценивается эффективность работы следователей? По каким критериям? Есть определенный перечень критериев, которые оценивают работу и следователя, и всего подразделения в целом, как районного, так и областного уровня. Это в первую очередь соблюдение законности при проведении предварительного расследования. Далее это оперативность расследования. Далее это возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Ну и, конечно, выполнение требований уголовно-процентального кодекса в части установления причин и условий, способствующих совершению преступления. Вот это основные критерии, по которым мы оцениваем работу конкретного следователя. А как оценивают работу Гомельского управления республиканская структура? Есть ли отличия, специфика у разных регионов? Критерии работы следователя и подразделения непримерно схожи. То есть оценка всех подразделений регионального уровня, она идет по одинаковым критериям. Мы, в принципе, находимся в неплохой ситуации. Занимаем лидирующие позиции в части оперативности расследования, как по расследованию уголовных дел в срок до месяца, так и в срок свыше двух месяцев. Небольшое количество таких дел мы расследуем. Неплохая ситуация, в том числе и по возмещению ущерба совершенного причиненного преступления. А как это, что срок играет такую значимую роль? Потому что ведь следователь может пойти и по ложному пути. Понятие оперативности для нас оно очень широко понимается. По какой причине? Чем быстрее и качественнее будут проведены следственные действия, в том числе первоначальные, тем больше доказательств мы сможем собрать, и они не будут утеряны. Тем легче будет доказывать вину, и тем, соответственно, быстрее пройдет расследование. То же самое касается и вопросов возмещения ущерба. Чем мы быстрее проведем обыска, тем быстрее изымем похищенное имущество, тем быстрее будут восстановлены законные права. Поэтому это не просто скорость расследования. А что касается возможных ошибок на скорости, то у нас есть многоуровневая система контроля, как процессуального, так и прокурорского надзора, которая позволяет вполне эти ошибки исправлять и вносить поправки. Доверие населения правоохранителям тоже один из критериев эффективности работы. Александр Николаевич, у нас есть мнение гомельчан и вопросы от них. Давайте выслушаем. У них такая форма красивая, да? Синий цвет такой какой-то. Да, да. Вот хороший вопрос. Кто им такой цвет разработал? Единственная красивая форма в всей стране, насколько я считаю. Мы живем здесь, вот на Пушкино, но очень хорошо слышим, как байкеры и некоторые любители быстрой езды нарушают, мягко говоря сказано, нарушают общественный покой ночью. Вот мне интересно вот этот вопрос задать бы этим компетентным людям. После полуночи бывают вот салюты. Это многим мешает спать. Вот как это организовывается и как можно так сделать, чтобы люди могли спокойно спать ночью и их не беспокоили вот такие мероприятия. То есть это не официальные салюты, это люди сами делают? Ну, неофициальные, да. Неофициальные. Я понимаю, праздник День города там или еще какие-то большие праздники, это все согласовано, даже время указано. А тут проводятся очень часто салюты чуть ли не через день. Вопрос такой. Вот на перекрестке пешеходном человека сбила машина, так? Приехала скорая и тут же милиция, да? Что должен делать первую очередь? Скорая забрать, увезти для того, чтобы оказать помощь? Или милиция сначала должна по свежим, кажется, следах опрашивать? И что первое? Я не интересуюсь вообще-то насчет громких дела или нет. Для этого я специальные хроники. Но если они будут обозначать свою деятельность как-то активнее в прессе, то это будет неплохо. Люди должны знать своих героев. Трудно ли бороться с коррупцией в наше время? И помогают ли граждане наши? Вот мы спорим между собой, быватели. Некрасиво это надо доносить на тех, кого мы подозреваем. Но есть ли много таких фактов, когда вот именно посадки происходят с помощью людей, с помощью нас? А вообще-то, вот я лично свое мнение выскажу, что я против доносительства. Это все-таки не очень красиво. Это может быть по-европейски, но это с точки зрения гуманности не очень хорошо. Пожелать им хорошей работы. Хочется просто. И еще раз поблагодарить. Вот все, что я могу сказать. Вы смотрите диалог в прямом эфире 340-043, номер нашего телефона. Присоединяйтесь. Александр Николаевич, прошу вас, пожалуйста, прокомментируйте. Давайте по порядку. Форма следователей действительно очень красивого, яркого, насыщенного цвета. Кто ее разработал? Большое спасибо за такое мнение. Разработка формы началась с момента создания Следственного комитета. Проходила она под эгидой первого председателя Следственного комитета Валерия Вакульчика. В разработке принимали участие только представители легкой промышленности нашей республики. Им удалось. Нам она очень нравится. Наши васильковые погоны замечают наши граждане. Да, на самом деле нельзя не обратить внимания и не любоваться. Что касается любителей быстрой езды, особенно ночной, интересно ваше мнение. Как вы к этому относитесь? Мешают ли вам ночные мотоциклисты? Да, эта проблема существует. И вот сейчас ужесточается административное законодательство в отношении мотоциклистов. Следственный комитет в эти вопросы вникает, согласно действующей законодательстве, только тогда, когда случается дорожно-транспортное происшествие и причиняются телесные повреждения, либо погибает кто-то из участников ДТП. Такие ситуации были недавно и в Гомеле. Нам возбуждено уголовное дело, когда мотоциклист по проспекту Ленина вырезался в автомобиль. Обеспечение безопасности дорожного движения – это в первую очередь прерогатива государственной автомобильной инспекции в части совершения административных правонарушений. Что касается преступлений, здесь, конечно же, мы эти дела расследуем, разбираемся, была возможность предотвратить происшествие, либо нет. И мы, соответственно, дальше определяем, либо дело подлежит направлению в суд, путем передачи дела прокурора, либо невиноваты участники ДТП, и тогда расследование прекращается. Тут от каждого из нас очень многое зависит от поведения на дороге и водителей, и пешеходов, чтобы никогда эти истории не попадали потом к следствию. А к салютам несанкционированным как вы относитесь? Сейчас это популярное увлечение, абсолютно верно было отмечено, но не всегда связано с какими-то государственными праздниками. Но, опять же, охрана общественного порядка, в том числе нарушения, связанные с салютами – это прерогатива Министерства внутренних дел, наших коллег из МВД. Мы, в свою очередь, в этой части занимаемся, только принимаем участие в этих мероприятиях, тогда, когда в ходе салютов получается определенная травма, тогда мы выясняем, кто виновник и какие нарушения были. А часто такое случается? Травмы часто случаются, но там еще вопрос стоит о степени тяжести тех телесных повреждений, которые причинены. А кто признается виновным? Человек, который непосредственно занимался запуском этого салюта? Или владелец пиротехники? Зачастую страдает сам, кто запускал. Поэтому вопросы реализации этих пиротехнических дел мы тоже изучаем, исследуем в рамках изучения причин и условий, которые способствовали. Но, как правило, если виноват сам, кто запускал, то мы, конечно же, его не понимаем. А у него, наверное, сразу претензии к производителям появляются на этом месте. Во время покупки – нет. А вот когда оно взорвалось не так, как надо, то да. К сожалению, запуск салютов не всегда происходит лицами, которые находятся в трезвом состоянии. Поэтому здесь претензии могут быть как к производителю, если вопрос стоит в качестве самого товара, либо все-таки к вопросам соблюдения техники безопасности при запуске этих салютов. Ну, я так думаю, что случаи – это не исключительные. Это достаточно часто случается. Что касается очередности, в которой должны работать с потерпевшими? Сначала врачи или сначала опрос на месте? В первую очередь, конечно, это здоровье и жизнь граждан. Конечно, если причинена травма, приехали работники медицины и видят, что необходимо срочно оказание помощи с госпитализацией. Здесь никто им мешать не будет. И даже в случае ДТП, если оно происходит, скажем так, за пределами населенного пункта, и водитель видит, что другой водитель, либо пассажир пострадал, конечно, он должен принимать меры для того, чтобы побыстрее доставить в медицинское учреждение для оказания помощи. Вопросы уже установления обстоятельств самого ДТП – это уже в таких ситуациях они вторичны. И, в принципе, никаких особых препятствий от того, что пострадавшее лицо в экстренном порядке доставляется в учреждение, нет. Тем более, что это не только вопросы дорожно-транспортных происшествий, это и вопросы бытовых преступлений, когда причиняются телесные повреждения, которые опасны для жизни. Конечно, потерпевший должен... Все разбирательства потом. Сначала человека в больницу, и это свое право можно отстаивать, если вдруг, не дай бог, кто-то в такой ситуации окажется. Трудно ли бороться с коррупцией в наше время? И помогают ли граждане? Вообще, коррупционных преступлений в нашей области вот в этом году выявлено больше. По нашему мнению, это связано все-таки с более активной работой, профессиональной работой правоохранительной системы, потому что коррупционные преступления, они, как правило, латентны. Да, граждане обращаются, обращаются в различных формах. Конечно, мы эти сведения используем. И сотрудники органов внутренних дел, других правоохранителей, которые выявляют эти преступления, и, конечно же, следователи в процессе доказывания всех этих событий. Что касается прозвучившегося в вопросе вопроса так называемого доносительства, ну, с моей точки зрения, вопросы соблюдения закона, они должны культивироваться в нашем обществе, потому что от этого полезнее всем. Я могу привести яркий пример, он не связан с коррупцией. Ваш коллега, с моей точки зрения, поступил очень верно, как действительно законопослушный гражданин, он сообщил информацию, которую не знал никто, о совершенном убийстве на территории Реческого района при оттягчающих обстоятельствах. Преступление именно от этой информации, во-первых, оно было выявлено, обнаружено, и в последующем была доказана вина, и лицо привлечено к уголовной ответственности. Это журналист газеты «Сельмашевец» Андрей Попов, мы это обязательно отметили, и он был награжден ценным подарком председателем Следственного комитета. Я считаю, что это очень правильная практика, и она позволяет всем нам жить в тех условиях, в которых мы сейчас живем, в условиях безопасности. Да, статистика говорит о том, что преступность снижается, хотя было в вопросе мнение, что недостаточно громко озвучиваются дела. Мне кажется, что достаточно громко, достаточно часто, чуть ли не каждый день в прессе появляются сообщения, новости появляются о преступлениях, которые совершаются самыми обычными людьми, которых мы каждый день видим, с которыми живем рядом. Что происходит в нашем обществе, Александр Николаевич? Можно ли говорить о том, что виноват алкоголь в первую очередь в преступлениях, которые называются бытовыми, которые совершаются в кругу близких людей, родных, друзей, и в какой-то момент все это превращается в какую-то страшную драму? Зачастую, в подавляющем большинстве, конечно, виной становится алкоголь. Особенно, как вы правильно отметили, когда это бытовые преступления, когда это родственники, знакомые, чрезмерно выпивают, происходят различного рода бытовые скандалы, и на почве этого в последующем причиняются телесные повреждения, в том числе и связанные с лишением жизни. Тем не менее, общий уровень преступности у нас снижается. По итогам 8 месяцев зарегистрировано на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе и меньше зарегистрировано в абсолютных цифрах преступлений, которые совершены в состоянии алкогольного опьянения. Это отягчающее обстоятельство, поэтому и ответственность за такие преступления, она более строгая. Причем часто уже и убийства совершаются женщинами. Мне интересно, эта тенденция, женская преступность растет? Есть несколько случаев буквально недавних. 35-летняя жительница Речицы убила мужа. Гомельчанка на прошлой неделе тоже покушалась на бойфренда из ревности. Является ли это тенденцией или это исключительное случай? Ну, если смотреть на убийства, которые совершены женщинами, то в текущем году, в сравнении даже с предыдущим, их стало немножко меньше. В текущем 7 таких фактов. В прошлом году 8. Но если, скажем так, вернуться к статистике прошлых лет, то за этот же период, еще в 2014 году, их было 13, то есть практически вдвое больше, чем есть сейчас. Я бы не сказал, что это тенденция негативная. Да, к сожалению, такие преступления совершаются. И, к сожалению, они совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. На прошлой неделе регион взбудоражила история Мозырского живодера, которую рассказали все СМИ. Молодой человек брал котят по объявлению, жестоко над ними издевался, снимал это все на видео, размещал в интернете. Уголовное дело возбуждено. Как вы думаете, какую оно получит оценку в суде? Я думаю, что при вынесении приговора будут учтены все те обстоятельства, которые продемонстрированы в тех роликах и те комментарии, которые есть. Правильно отметили, мы уголовное дело возбудили. В настоящее время лицо, которое подозревается в совершении преступления, объявляется в розыск. Он не задержан еще? Пока нет. Проявляется поисковое мероприятие по его установлению местонахождения. Ну и, конечно же, мы собираем доказательства его причастности к этому. По нашему мнению, на сегодняшний день достаточно успешно идет расследование этого дела. Конечно, оно вызвало огромный резонанс, потому что те кадры, которые... Это беспрецедентная жестокость. На самом деле страшно то, что у него есть последователи. И то, что для кого-то, а этот молодой человек, личность очень привлекательная. Об этом тоже можно судить по некоторым комментариям и по тому, насколько эти видео были популярны. Вот интересно, почему на них в интернете никто не обращал внимания, кроме зоозащитников? Ну, вы знаете, хотелось бы сразу сказать огромное спасибо тем гражданам, которые не остаются равнодушны к нарушению закона и обращаются в правоохранительные органы. Желательно, конечно, это делать своевременно. Это позволит нам быстрее принять меры, во-первых, по пресечению таких преступлений. Потому что, как установлено, это не единственный факт был. Ну, а что касается работы правоохранительных органов, то то количество информации, которое находится в интернете, оно очень значительно. Конечно, выявляются правоохранительными преступлениями посредством интернета, но охватить весь интернет силами только правоохранительных ведомств практически невозможно. Конечно, интернет, он всему миру принадлежит. Тут можно хоть какую-то предпринимать попытку контролировать ситуацию, только, наверное, в очень тесном взаимодействии, в общей связке и с коллегами из-за рубежа в том числе. Вообще это направление, оно ведется в Следственном комитете? Конечно, у нас очень тесное взаимодействие с правоохранительными органами. В основном, конечно, в первую очередь Российская Федерация. Только в текущем году мы направили в Российскую Федерацию международных поручений более 300 по уголовным делам. Нас очень радуют те договоренности наших руководителей ведомств Следственного комитета Российской Федерации и нашего Следственного комитета, которые привели к тому, что внесены были изменения в порядок взаимодействия по вопросу международного сотрудничества. И в рамках этих изменений нам удалось сократить сроки исполнения наших поручений, которые мы направляем коллегам из России. Если ранее они исполнялись где-то порядка 4-5 месяцев, то сейчас, с учетом упрощенного порядка, согласно которой мы направляем поручения непосредственно в следственное подразделение территориальное, которое исполняет поручения, сейчас это происходит в течение месяца, конечно, позволяет гораздо быстрее установить истину по делу и привлечь виновных. Точно так же поступают наши российские коллеги. И мы тоже взяли на себя обязательство исполнять эти поручения в максимально короткие сроки. Александр Николаевич, несколько сообщений накопилось на нашем портале в Вайбере. Давайте уделим им очень коротко внимание. Есть ли в работе Следственного комитета такая форма обращения, как телефон доверия? Конечно. Используется? Да. Как можно найти номер? Они на сайте нашего Следственного комитета находятся, телефонное доверие. Никаких препятствий, нет их узнать и позвонить. Уменьшилось ли количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков, после ужесточения ответственности за преступления такого рода? Количество преступлений, связанных с наркотиками, оно уменьшается. В принципе, это ожидаемая ситуация была. Определенный рост был с момента издания соответствующего декрета. Это было вызвано тем, что правоохранительная структура начала более оперативнее реагировать на новые виды наркотиков и вводить их в перечень запрещенных. Соответственно, это привело к тому, что количество преступлений увеличилось, потому что они начали чаще выявляться, и в последующем слаженная работа всех правоохранителей приводит к тому, что количество таких преступлений сокращается, и я думаю, что это объективно. Действует ли в Беларуси программа защиты свидетелей? Есть у нас в Головно-процессуальном кодексе определенные возможности применять меры безопасности к участникам процесса. Так называемая программа защиты свидетелей состоит из нескольких направлений, в том числе и в том наиболее, скажем так, известном варианте, который в фильмах показывают. Меньше двух минут у нас остается до окончания программы. Я хотела бы спросить, такая гомельская инициатива, это созданный в регионе Союз следователей, да? Расскажите, пожалуйста, какие у Союза ближайшие планы, связанные с праздником, может быть? Союз следователей принимает участие практически во всех наших мероприятиях. Основное мероприятие, которое на ближайшее время запланировано, это 20-21 сентября на базе нашего управления Ягомельского государственного университета состоится международная конференция, на которой будут рассмотрены вопросы уголовного досудебного производства, вопросы экспертизы совершенствования. В ней примут участие представители Российской Федерации, представители Италии, Польши, Прибалтики, ну и, конечно, нашей республики. Мы ожидаем много гостей и, конечно же, интересных, конструктивных бесед. Александр Николаевич, я поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, который через неделю вы будете отмечать. Желаю успеха в вашей работе и хочу, чтобы несколько теплых слов вы адресовали вашим коллегам. Спасибо. Уважаемые коллеги, я искренне поздравляю вас с наступающим праздником. Хотелось бы пожелать вам всем профессионализма, компетенции при исполнении служебных обязанностей. Ну и, конечно, здоровья, удачи, успехов, благополучия, мира и добра вам, вашим близким и родным. Спасибо за беседу, Александр Николаевич. Спасибо. Заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Александр Гуцко был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова